Всем привет! Сегодня у нас будет видео, посвященное аренде квартир. Но, восток и поскольку очень многие приезжающие, эмигрирующие люди приезжают в Нью-Йорк, я вам сегодня расскажу, в чем отличие, допустим, между арендой квартиры в Нью-Йорке и во Флориде, плюсы и минусы, и посмотрим, естественно, цены. Дам рекомендации и советы, которыми я воспользуюсь сам. Поскольку, в принципе, изначально заселился и живу юридически в Нью-Йорке, а во Флориде я приехал на учебу, но здесь тоже пришлось снять квартиру, поскольку мы приехали большой семьей, и семья живет у меня в большей части во Флориде. Поделюсь ровно тем опытом, который я получил сам, полетели, посмотрим. Значит, первый момент, который я бы хотел отразить, это квартиру можно искать различными способами. Вы можете посмотреть на сайте Zillow, я уже о нем как-то говорил, один из самых популярных порталов, где можно посмотреть всю информацию, zillow.com, и я оставлю ссылку, и можно посмотреть в крейк-листе. Кстати, почему так стоит озадачиваться? Мы разговаривали про недвижимость и аренду квартиры, например, во Флориде. Во-первых, это большая разница в самих квартирах, потому что уровень квартиры в штате Флорида и уровень квартиры в штате Нью-Йорк, они будут разительно отличаться. Многие едут в Нью-Йорк не отдыхать, а работать, и в Нью-Йорке остается, потому что работа, естественно, предлагается в таком крупном городе, как Нью-Йорк, намного чаще. То есть вы можете просто идти по улице, увидеть объявление, зайти, и тут же вы найдете работу. Требования там намного ниже, все привыкли к тому, что все приезжают и ищут работу, поэтому именно в Нью-Йорк стремится такое большое количество людей, попадая туда. Но многие совершенно не знают, что они могут столкнуться с огромным количеством сложностей, трудностей, и вместе с тем затрат, которые их подстерегают в этом штате. Поэтому очень часто я слышу отзывы о том, что вот, я читал, я смотрел, я слышал, кто-то рассказал, это ужасно, это дорого, это прочее. Ребята, каждый штат отличается друг от друга. Каждый штат имеет иногда правила, как различные государства, поэтому нюансов очень много. Рассказываю вам в своих роликах о ценах, о каких-то нюансах и моментах, которые я показываю здесь. Я рассказываю только про те штаты, которые знаю. На сегодняшний день я могу рассказать о штате Нью-Йорк и о штате Флорида. Итак, давайте посмотрим. Вы прилетели в Нью-Йорк, вы находитесь первый день, и вам необходимо найти жилье. Сайт Zillow доступен из любого региона, из любой страны. И вам, конечно, стоит озадачиваться заранее поиском квартиры или жилья. Мои рекомендации. Стоит посмотреть на Zillow. Жители стран, из которых они уже приехали в Америку, живут. И у них есть свои формы, свои чаты. Это ВКонтакте, в Фейсбуке, в соцсетях. И там же предлагается очень много аренды жилья. Мой совет такой. Если вы собираетесь приехать зачем-то в Америку первое время, не брать долгосрочные договора, а найти себе минимальное жилье на первое время, для того, чтобы потом, уже когда вы находитесь в Соединенных Штатах, на территории, допустим, города Нью-Йорк, самому поездить по районам и посмотреть своими глазами, так это соответствует ли в действительности фотографии, понравился ли вам район. Потому что город Нью-Йорк очень специфический. Я обожаю Нью-Йорк. И у меня самые лучшие чувства и самые лучшие вообще эмоции вызывают Нью-Йорк. Но к нему нужно подойти грамотно. И не каждому дано сразу в нем разглядеть всю красоту Нью-Йорка и всю мощь этого города. То есть, заключив договор на год, вам придется разрывать его, если вдруг вам не понравился район, или вам что-то не подошло со штрафными санкциями, и вы потеряете деньги. Жители Нью-Йорка, и как и в принципе всех Соединенных Штатов, выбирают свое жилье максимально близко к работе. Для тех, кто ищет квартиру для семей с детьми, определяющим фактором может являться также школы, которые тоже указаны на ЗИЛ, и вы можете посмотреть, какие школы относятся к вашему району. У меня есть видео отдельно про школы, что они бесплатные, и что они выбираются по району, по вашему ZIP-коду. Это индекс так называемый, который вы вбиваете, и смотрите, какая школа вам вашему району соответствует, или конкретно вашему адресу, потому что один дом может соответствовать вот той школе, а второй дом через дорогу вот в совершенно другой школе. Можно посмотреть рейтинг этих школ, и самое главное, что автобусы, которые приезжают за детьми, чтобы избежать доставки и того, чтобы ездить за ребенком в школу. Значит, самый главный нюанс. В штате Флорида, когда вы арендуете квартиру, вы, как правило, будете вносить страховой депозит, это всем понятная сумма, сумма равная одному арендному месяцу, как правило, это стандарт, либо очень часто в штате Флорида вы можете внести сумму намного менее, чем ваш арендный платеж, но, как правило, это для людей, которые имеют кредитную историю, которые имеют ССН, то есть Social Security Number. Для людей новоприбывших крайне непросто найти себе аренду, где вас возьмут, скажем, на хороших условиях, дадут небольшой всего страховой депозит. Ну, например, квартира в 3 тысячи долларов или в 2 тысячи долларов может иметь страховой депозит в районе 300-500 долларов, что, допустим, для штата Нью-Йорка практически невозможно. В штате Нью-Йорк огромное количество людей, приезжающих, огромный спрос на жилье, и поэтому я в этой связи скажу вам так, что минимально 1 месяц депозит это самый минимум то, что вы найдете. Даже в настоящий момент, во времена того, что пандемия и штат Нью-Йорк являются одним из таких самых тяжелых зараженных штатов, тем не менее спрос на жилье там не упал. И если упал, то не сильно, и можно найти варианты, но тем не менее эти варианты будут издаваться на тех же условиях, которые, в принципе, были и ранее. Как правило, это 1, 2, а то и 3 месячных депозита. Это очень важно, и это очень дорогостоящее. И еще самое главное, что в отличие от штата Флориды, ваш риелтор, а если вы это делали через риелтора, возьмет 1 месячную плату с вас еще дополнительного путира. То есть, например, если вы нашли квартиру за 1,5 тысячи долларов, то вам необходимо внести двойной размер страхового депозита, то есть это 3 тысячи долларов, еще одну сумму за первый месяц, это получается уже 4,5 тысячи долларов, и если вы пользовались услугами риелтора, то у вас будет еще 1,5 тысячи долларов, и того у вас будет 6 тысяч долларов для старта на квартиру 1,5 тысячи долларов. И поверьте мне, это далеко не самый хороший вариант именно за 1,5 тысячи долларов. У вас может быть такая ситуация, когда вам будет необходимо проходить борт, то есть это некая комиссия определенного комьюнити или билдинга, состоящая из жильцов этого жилого комплекса, которая, глядя на все ваши данные, на кредитную историю, на такс, хистори за 2 года и все-все-все, может вам сказать, что мы считаем вас благонадежным, или нет, нам что-то не нравится, вы неблагонадежны для нас, и просто отказать. Вот такая вот история в Нью-Йорке. Это странно, но можно взять квартиру за 2,5 тысячи долларов, найти, которая будет в ужасном районе, не будет рядом метро, будет ужас, хаос, грязь и минимальные условия, и при этом за 3 тысячи долларов можно найти в шикарнейшем билдинге, с ресепшенами, с парковкой, и все на свете, но для этого вы должны быть благонадежны, для этого у вас должна быть и кредитная история, все документы, понятная работа и прочее. То есть, речь идет о том, что квартира, вам может быть выбрана прекрасная, но вы туда просто не сможете заселиться, несмотря на то, что даже у вас при этом будут предложены хорошие деньги. То есть, я хочу сказать о ситуации, когда вы предлагаете, и, скажем так, готовы заплатить 3 месяца депозита, или там полгода депозита, например, благонадежны сами по себе, у вас есть деньги, есть возможности, квартиры далеко не дешево, например, стоят 5 тысяч долларов, и при этом вы все равно не сможете заселиться, поэтому бывают такие ситуации, я лично с ними сталкивался. Можете ли вы найти без риэлтора? Да, можете, подтверждаю это, и я лично находил квартиру без риэлтора, через знакомых, либо через форумы, или даже через тот же самый ЗИУ, когда вы можете обозначить в графе, что вы ищите квартиру без посредников. В таком случае вы избежите вот этой вот одной суммы. Надежно ли это, в принципе, да, надежно, с законом вы достаточно серьезно защищены. Бывает такое, что вы смотрите на шикарный дом на фотографиях, вы даже приехали его посмотреть, и смотрите, и на него очень хорошая цена, которая вас привлекает, и вы понимаете, что да, вот оно здорово. Оказывается, что бейсмент, подвал, или первый этаж, такой, который под домом находится, уже заселен, ну, какими-то людьми. Это бывают абсолютно приличные, как правило, люди, ну, допустим, какая-то молодая пара приехала, что в этот момент в доме проживаете не только вы. У вас даже могут быть два отдельных входа. И таким образом, хозяин зарабатывает с дома то, что хочет, но сдает подешевле на двоих вот этот вот дом. Я сталкиваюсь с таким, что на фотографии целый дом, показаны комнаты, показан двор, показано все, вы приезжаете, а выясняется, что по факту сдается только один этаж, например. Так, ну что, посмотрим сайт Зил. Я вам расскажу лично и собственного опыта. Я своими глазами ездил, своими глазами смотрю за дома, и понимаю, что где, что к чему, и самое главное, что по чем. Смотрим. Так, итак, обратились мы с вами к Зил. Вот здесь вот просят ввести либо адрес, либо район, либо город, либо zip-код. Zip-код это индекс, я уже говорил об этом. Ну, мы с вами внесем, например, сразу напишем, что это у нас Нью-Йорк. Foren, он спрашивает, for sale для продажи или для аренды? Ну, допустим, мы смотрим с вами, естественно, для аренды. Значит, итак, посмотрим. Вот так вот у нас с вами выглядит Нью-Йорк. Он достаточно большой. Сам Брайтон-Бич, знаменитый, находится вот здесь вот, наполонен и украинцами, и грузинами, и русскими, и казахами, и узбеками. Вот здесь вот. То есть, я вам так скажу, что если вы очутились на Брайтон-Бич, без языка, ну, вам там даже английский не нужен, потому что вы можете зайти в Банков Америка, и у вас будет русскоязычный менеджер, а в магазине все будут говорить на любом языке, украинском, узбекском, грузинском, русском, естественно. Давайте сделаем 1200, например, долларов, это вполне себе нормальная сумма, и максимально поставим, ну, давайте, 1800 долларов. Что нам может предложить? Посмотрим Брайтон-Бич. Ага, вот что нам предлагается. Вот такая вот квартира, 1600. Ну, состояние вы видите, да? Вот такой вот будет дом, вот такой вот дом. В общем, не ждите никакой великой эстетики, это все будет выглядеть. Это лаундри. Кстати, есть еще одна особенность. В штате Нью-Йорк вы очень редко, крайне редко найдете жилье, где у вас будет стиральная машинка, сушильная машинка, в самом доме. Как правило, это запрещено, и внизу находится лаундри, где вы можете постирать, спустить свои вещи на весь дом. Но нюанс такой, все это платно. То есть, вот этот вот слот, который вот здесь вот указан, это для карточки. Вам ее выдают, программируют, вы не выкладываете деньги, как на карту для сотового телефона, и засовываете, и, соответственно, стираете, или сушите. Это, конечно, максимально неудобно, но для нью-йоркцев это, в принципе, вполне себе прилично. При этом, мы с вами понимаем, что 1600 долларов это ежемесячный платеж, а вам придется заплатить 1600, как правило, за два месяца, это иншуранс депозит или страховой депозит, и еще 1600 за месяц, за первый, и еще, если через риэлтора, то 1600 еще и риэлтору. Сильно так отличается, честно говоря, от Флориды, то есть, но это для Нью-Йорка вполне себе норма. Вот так вот это выглядит все, классические нью-йоркские дома, очень стильненько, но стиль такой своеобразный. Вот, квартиры, как правило, небольшие. Вот это вот квартира, соответственно, если мы, скажем так, прикинем, сколько нам нужно за ее заплатить, ну, вызовет некоторые, я думаю, шок у многих. Это не значит, что здесь нет хороших районов, здесь есть очень хороший район, очень дорогие билдинги с охраной, с саунами, красивые, но стоимость их начинается от 4,5 тысяч, за двушку, трешку, вот так вот, то есть, это two free bedrooms, это уже так, уже очень-очень так цивильно, скажем так, для Нью-Йорка, вот так вот неплохо, и видите, даже есть стиральная машинка, то есть, такие квартиры, они очень востребованы, потому что стоит стиральная машина, и не нужен лаундри. Значит, район Брайтон-Бич, вот такие вот улицы, да, вы видите, специфически очень все это дело выглядит, но, вы знаете, по-нью-йоркски очень мило, потому что, когда вы там находитесь, и дух, которым пропитываетесь, и поверьте, у вас он в определенный момент как-то начинает заряжать, и вы начинаете к этому всему относиться совершенно, смотреть на это все другими глазами, относиться несколько иначе. Значит, район Берридж, вот хотел бы заострить внимание, вот здесь, вот он такой, очень неплохой район, ну давайте я прям его введу, вот так вот район Берридж, чтобы он нам его чертил, я хочу на нем заострить внимание, вот он район Берридж, вот, хочу за ним заострить внимание, поскольку, поскольку, он, ну, очень хорошо подходит для, людей с детьми, для семей, вот, что мы можем взять за 1800 долларов здесь, давайте посмотрим, ну вот это вот, two bedrooms, значит, ну, всего три фотографии у квартиры, единственная проблема, ребята, у этого района, это парковка, зачастую нет, не просто парковочных мест, за деньги, а нет ни за какие деньги, и машина нужно ставить стихийно, а это значит, что вы можете, в течение, там, 20-30 минут вечером, в часы пик ездить, и не найти парковочное место, и ставить где-то через несколько улиц, в общем, это максимально неудобно, такой вот вариант есть, значит, это, не написано, сколько об этом, вот это вот очень как-то хитро, видимо, либо часть дано, либо что, но вот такой вот неплохой ремонтик, в принципе, и тоже стоит 1600 долларов в месяц, я хочу, чтобы вас всех не шокировала сумма, когда обсуждают 1650 долларов в месяц, поскольку, поскольку, ребята, сразу хочу сказать, заработки другие, люди едут в Нью-Йорк зарабатывать деньги, и если он зарабатывает, к примеру, в день даже, ну, например, легко 100 долларов, что, в принципе, очень, скажем так, достаточно просто сделать, и очень быстро можно найти такую работу, то, соответственно, вы понимаете, что 10 дней, это уже получается 1000 долларов, да, за 30 дней он заработает 3000 долларов, но это я говорю про самый низко оплачиваемый, самый низкоквалифицированный труд, из них он оплатит вот эту вот квартиру, и у него еще останется деньги на жизнь, да, вполне себе нормальную, а весь Нью-Йорк нам будет показан вместе с островом Стэйтен-Айленд, вот, вот он остров Стэйтен-Айленд, где, в принципе, огромное количество, очень такого интересного частного сектора, то есть дома, которые, вот, можно там посмотреть, и взять себе вот такой вот домик, но, опять-таки, нужно узнавать, один вы там будете жить с семьей, или кто-то еще с вами, но вот здесь вот скорее всего кто-то еще живет, а сдается этаж, 1800 долларов, но, в общем, условия здесь вот остается желать лучшего, вот такое, видите, газовые плиты, по всей видимости, и надо сказать, что везде вы не найдете с мебелью, огромная редкость квартиры с мебелью, ну вот второй этаж тоже такой, one bedroom, one bathroom, апартаменты в стиле loft, ну, все в таком стиле, но это нью-йоркский стиль, вы должны быть к нему готовы, и понимать, что он именно такой, вот, он такой далеко не везде, можно искать, и найти совершенно замечательные варианты, которые, глядя на которые, вот допустим, вот так вот, видите, сдается дом, 1700, two bedroom, one bathroom, 2188 square feet, так, вот так он внутри выглядит, но, я вас заверяю, он скорее всего, сдается не весь, Brooklyn, ну, это один из самых крупных районов, он огромный, потому что, вот это все, это Brooklyn, да, он включает в себя, массу-массу еще под районов, что мы можем на Манхэттене взять, допустим, да, 1800 долларов, это центр, сердце Нью-Йорка, Манхэттен, когда у вас рядом работает, это вообще шикарно, конечно, будет очень старый дом, там все дома старые, новостройки только, вот, которые строятся, они там, какие-то запредельные, и скорее всего, вообще не дается, но вот 1800 долларов, не указано, но это скорее всего, одна комната, и bathroom, вот таким вот образом, да, ну, вот это считается, огромный изыск, для Манхэттена вообще, вот эти вот, знаменитые квартиры, показаны во многих, во многих фильмах, и выглядят они в фильмах, намного лучше, чем, вот я вам сейчас показываю, на картинках, так, ну вот, давайте еще посмотрим, что-нибудь на Манхэттене, конечно, вот самый интересный, Нижний Манхэттен, такая классическая, нью-йоркская квартира, очень сильно классическая, и очень сильно нью-йоркская, но зато Нижний Манхэттен, то есть, вы выходите, и окунаетесь, в общем, в атмосферу, настоящего Нью-Йорка, рядом вот показана, да, станция, ну, метро, которая позволяет, безусловно, это такие квартиры, в большей части, они все-таки для людей, которые приехали на какую-то интересную работу, такой, допустим, вариант есть, да, в общем, рядом, видимо, какая-то тут, а, это адская кухня, рядом находится, это, в принципе, информация в общих чертах, из нее вы должны себе взять основные тезисы, что квартиры начинаются, вот именно квартиры, да, или, скажем так, то, что приемлемо для жилья, начинается примерно от, там, 1400-1600 долларов, смотрите на Зио, можно снять комнату через своих за 500, за 600, за 700 долларов, на первое время, можно воспользоваться Airbnb, и взять там, на время, а потом посмотреть район, где вам лучше жить, и где работать, можно воспользоваться Зио, и все посмотреть оттуда, обратить внимание на депозит, insurance deposit, и, вообще, и понимать обязательно про кредитную историю, про tax history, то есть, историю налогов, оплат, можно найти квартиру, очень хорошую, отличный вариант, и, в принципе, за адекватные деньги, главное искать, и вы имеете право об этом знать, всем пока, спасибо, до завтра, 업체� резhh, а ждем, а ждем, а фими свод. Тогие право, недочерапно, высomnolen, благопро, за всех, дело, 私 Cam Newton – Продолжение следует...